Итак, вот эти законы жизни, законы процветания, они нам известны. Если кто-то имеет свой участок дачный или огород, или сад, мы знаем, как это работает, мы видим, как это работает. Нужна сначала хорошая почва в нашей жизни, а потом найти семечко хорошее и посадить. Поливая его, оно само растет. Интересный момент. Закон о процветании? Так это же природа. Это не то, что я способен сотворить сам, несмотря ни на что. Так вот грубо вломиться в эту жизнь своими какими-то планами личными, эгоистическими, и показать всем, какой я крутой. Нет. А войти как иголка, а вот выйти плугом. Не нарушая законов природы. Давайте попробуем добиваться успеха. Не нарушая законов природы, общества, не нарушая законов этики, морали, религии и других вещей. Учитывая все эти законы, трудная задача. Нужно иметь такие знания и такие качества, чтобы выдержать этот путь, великий путь. Итак, так и сравнивается. Сначала почва. Иисус говорил, разная есть почва. Есть каменистая почва, но вряд ли там пролистет росток, семечек. Есть почва, забита терниями, ну то есть сорняками. Трудно будет расти ему. Скорее всего, заглохнет тоже. Если это культура какая-то нежная, трудно будет точно. Ну а если почва достаточно плодородная, чистая, он будет расти сам. Только поливай его. В это говорится, что в треугунах материальной природы, представьте, духовная искра, мы с вами, душа, человек, попадаем в условия материальной природы. В тамосе, в гоне невежества, сравнивается эта искра, попадает в воду, теряет все свои качества. Мы знаем, что в каких-то условиях человек теряет свои человеческие качества. Падает, деградирует. Но вот почва, нет почвы достаточно, попал не туда. Среда, среда плохая, общение плохое, рождение плохое бывает. От родителей может он наследует какие-то плохие тоже качества. То есть, ну как, заслужил такое рождение и пшшшк, вот такой результат. Если искра попадает на сухую почву, просто сухую почву, она в себе может содержать вот этот потенциал, как мы чувствуем сейчас. Потенциал есть. И он проявляет, если ветер дунет какой-то, она проявляет это из себя, там есть накал. Ветер не дует, она как комочек мусора. Вот с нами такая же вещь происходит. Мы слушаем о чем-то возвышенном и вдохновляемся. А потом в быт уходим, там деньги, опять работа, опять быт и забываем. Вот эта почва сухая называется. И есть солома, сухая солома, когда искра падает туда, она может воспламениться. Пламя может появиться в нашей жизни, может вот такое явление быть удивительное. Когда как бы мы начинаем гореть вдохновением, энтузиазмом, это редкая история, но есть такие примеры в истории. Не часто, к сожалению, вот в истории мира современного. Одаренные, сверходаренные люди, горящие всю жизнь какими-то способностями, талантами. Философы великие, или они деятели искусств, или ученые. Потому что они просто горят, 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 и себе не принадлежат. Как мне сказал один очень талантливый художник. Он говорит, что вот у меня, говорит, я, говорит, художник, у меня это моя природа. Вот меня, говорит, в тюрьму посадите, а я там все равно буду рисовать на стене. Хоть чем-то. Хоть окурком на стене, я все равно буду рисовать моей природой. Я этим живу. Он талант, понимаете? Я, говорит, я по-другому не живу просто. Это моя жизнь. Я не могу просто существовать. Отберите мне талант, а я никто. Я уже не я буду. То есть его не интересует, где он, сколько он платит за это, не платит за это. Потому что он горит этим всем. Даже тигра, возьмите тигра и пустите его, скажем, вот в Минск, в центр Минска гулять. Что он? Он начнет охотиться. Он в джунглях охотится. И здесь же это его природа такая. Он и в городе, и в центре начнет охотиться. Потому что это такая природа. Так, какова же наша природа? И веды помогают нам. Давайте разберемся. Вот, по каким законам жить нам процветать? По закону человек живет в служении. Животные живут по закону выживания. Они едят друг друга. Они все в лице пищу друг для другого. По-другому не выжить. А человек живет по законам ненасилия и служения. Так он поднимается на более высокий уровень цивилизации. Мирная цивилизация, гармоничная, развитая цивилизация, где развивается любовь. Не технология, а любовь. Прогресс. Технология — это прогресс комфорта. А мудрые говорят, комфорт для человека отвратителен излишней. Он развращает его сознание. Ослабевает его разум и здоровье. Комфорт отвратителен. Он должен жить в аскезе, в простоте. А вот мыслить очень высоко. Вот это прогресс. То есть мы не культивируем как бы вот эти потребности тела. Можно есть простудеревянная ложка, можно есть металлическая ложка, алюминий, можно серебряный, можно золотой, можно бриллиантовый и так далее. Можно прогрессировать в этом отношении, конечно, тоже. Можно ездить на телеге, можно ездить на автомобиле, мерседесе. А вот прогресс незаметный. Но речь идет о другом. Это странный прогресс. Как бы с обратным знаком вдруг переворачивается. Ведь раньше когда-то люди, защищая городские стены, камни на голову бросали друг другу или смолу кипящую. А сейчас могут ядерную бомбу сбросить. Вот это прогресс. То есть он ускоряет какие-то вот разрушительные еще имеют тенденции. Приближает, ускоряет как бы вот разрушение. Такая цивилизация. То есть мы видим, что люди живут в состоянии угрозы. Вечно какой-то угрозы. Военные угрозы главная сейчас проблема. Космические программы. Это все разрабатывается. Продолжает работать там. Полеты на Луну или на Марс. А зачем? В чем прогресс? А вдруг там есть жизнь? И говорят. Ну, хорошо. Жизнь здесь есть. Пожалуйста. Вы ищите жизнь. Вот она. Давайте ее тут устроим. Прежде чем лететь куда-то еще. Мы здесь хаос устроили в жизни. Теперь летим на Марс. Там хаос устроим в жизни. Тут все ресурсы черпаем. Земля истощается. Там плутоний на Луне. Полетим туда. Топливо там. Там достаточной энергии. Луну теперь будем истощать. А потом еще что-то. Еще что-то. И человек вот называет это прогрессом. А прогресс с точки зрения ветвь – это развитие природы. Прежде чем сама все это, дары природы называются. Например, разум – дар природы. Воздух чистый – дар природы. Солнце дар природы. Наши чувства, которые мы имеем, тоже дар природы. Вот это нужно сохранить в чистоте. Вот это и есть процветание. Чистота – сестра божественности. Итак, чистота должна подняться на другой уровень чувств. Это уже счастье. Ведь чувства могут проводниками счастья быть или проводниками боли. Когда мы чувствуем боль, в голову не приходит ничего возвышенного. Мы просто терпим, 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 терпим. Больно, неприятно. Или ситуация постоянно какая-то скучная, нудная в жизни. И мне становится трудно жить. Скучно жить. И мои чувства, они утомленные. Несчастные. Ум тоже угнетенный. Очень редко мы испытываем настоящую глубокую радость сейчас. Обычно от того, если кто-то мне делает комплимент, как-то поощряет меня, говорит, что есть у меня красота, или разум, или молодость, или способности какие-то мои подчеркивают. Я чувствую, что я все-таки чего-то стою. И какую-то радость имею. Но редко меня так оценивают, как я бы хотел. До слез. Ну, по-настоящему. Но на самом деле, что я бриллиант, понимаете. Ну, для кого-то я, понимаете, но в жизни имею главное значение. Вот я имею эту ценность для кого-то. Мое счастье в этом, что я слуга. И это, говорят, что нужно научиться служению. Не господству. Отходить от господства к служению. И с этого момента начинаются законы процветания. Росток начинает, это хорошая почва. Росток начинает расти. Сам, 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 сам. Само собой все приходит. Поливание необходимо. Об этом сейчас поговорим. Что это за поливание такое, ростка? Каково пища нашей души, этого счастья? Мы должны слушать возвышенные прекрасные вещи. Это полив. Прежде всего, нужно занять слух. Ученые тоже изучают свойства звука, сознания, центров мозга. Звук имеет решающее значение в нашей жизни. Звук, то, что мы слышим, на это реагирует ум. Звук приносит образы. Мы, когда слушаем речь или музыку, в уме возникают образы. И образы переходят в эмоции и ощущения. Да, куда ум направляется, и чувства вдруг трансформируются, и мы чувствуем, что как бы мы в другом мире, оказывается, слышим какую-то музыку, или видишь что-то прекрасное, или талантливое. И наши чувства становятся проводниками какого-то счастья. Потому что ум переносится в эту сферу измерения. По звуку. И те же самые чувства вдруг станутся свежими. Все, что раньше было скучно, иногда кажется прекрасным, удивительным, сегодня как-то все красиво, как-то все хорошо. Я говорю, почему? Мой ум поднялся выше. Как? По звуку. Я что-то услышал. Может быть, кто-то сказал, что меня любит. И мой ум восторжествовал. Мой ум поднялся в эту сферу любви, в эту веру, что меня любят. И я, наверное, буду счастлив. И чувствами тут же пробуждаются. И я люблю весь мир смотреть в ответ. Каково звук? Но какой звук? Искренний звук. Настоящий звук из сердца. Возвышает ум. Наука изучает это технически. Она берет воду, звуки различные. Она видит, что структура воды меняется под различными вибрациями звука. Есть классическая музыка, есть как это рок-музыка, другие, есть молитва, мантра. И они это изучают, смотрят. И что же происходит с водой? Она себя по-разному ведет. Смотрите. И тело состоит из воды. 90% воды в нашем теле жидкости. То, что мы слышим и то, что мы говорим, несомненно отражается на нашей физической структуре. Это уже доказано. Формируется даже ДНК на самом деле при помощи звука. То, что мы произносим или слышим. Отсюда, может быть, понятно науке современной, что проклятия возможны просто голосом звука. Они работают. И благословения тоже работают. Если есть вот эта вот сила благословлять или сила проклинать. Многие проклятия в наш век не работают. Но некоторые работают. Я скажу об одном, что наверняка работает в наши дни. Проклятие женщин работает до сих пор. Если вы обижаете, оскорбляете женщину, то проклятие работает до сих пор. Проклятие означает, что мужчины слабеют разумом и сокращается их срок жизни. Вы заметили, что мужчины живут меньше, чем женщины сегодня у нас. Почему так странно? Можно изучить, что за механизмы. Тонкие работают, которые мы вот еще не улавливаем, не слышим, не понимаем. Но факты есть такие. Такие существуют факты. Проклятие означает, что человек становится как бы слабым. Он все понимает, а сделать ничего не может. Вот чувствовали такое, мужчины? Что я имею образование, как бы и все в порядке. Но вот не делаю этого почему-то. То ли воли не хватает, то ли не везет. Потенциал есть, а вот не раскрыт мой потенциал. Это различные формы проклятия. И говорится, что век Кали прокляты почти все люди в наш век. Особенно браки. Самое сложное сейчас это брак создать счастливый. Хотя вообще это по идее, согласно природе, там чего сложного нет. Полюбить можно любого человека. Вот до такого, представьте. Да, древние так говорили, это было легко. Люди любили больше. И родственные узы были ближе тоже, чем сейчас, как мы это узнали в Индии. Там еще до сих пор есть такие места, где родство очень сильное. Двоюрный брат для меня, ну, уже что-то отдаленное. Не все знаю о нем. Я вырос в такой культуре. Даже родная сестра, я с ней редко-редко вижусь. У нас уже давно своя жизнь. Мы разные, как выясняются. И вот так тоже случается. Но когда я спросил, когда один индус представил своего брата, это мой родной брат. Это нужно еще уточнить у него, что значит родной брат. Потому что родной брат означает двоюродный, троюродный, четвероюродный и пятиюродный. Это все родной брат. Вот такие сильные родственные кузы у них. Поэтому они не боятся заводить большие семьи. Потому что они заботятся, чувство родства сильное, они будут заботиться. Пенсия там не нужна в этом случае человеку. Сейчас это такая острая проблема процветания общества. Как же вот с пенсионерами-то быть? Они у нас в нищете пребывают. Давно уже. Очень трудно решить этот вопрос государству. Потому что, понятно, есть причины на это. Политика и другие вещи. Нехорошие, которые против законов природы. Так или иначе, они пока еще работают. Мы еще не все это познали, не все осуществили. И что же делать с пенсионерами? Это задача. Как получить пенсию? Это значит, чего-то нужно сделать. Как найти эти ресурсы? А их тоже обижать нельзя. Это острая проблема. Все болезненные воспринимают. Все состарятся, каждый. Это тоже наше будущее. Но что касается ведической культуры, пенсия не выдавалась никогда и никому. В этом не было никакой необходимости. Были отношения другие. Об этом заботились родственники, которых было всегда достаточное количество. И старших, и младших. Зачем пенсия? Это даже унизительно получать подачки от правительства, как будто у меня нет детей своих. Значит, что это моя честь, мои дети, и они обо нее не заботятся, как уже родители были тогда. Что же за воспитал таких детей, которые неспособны и даже не хотят это делать. Они хотят наслаждаться, там, свою любовь, не знаю, там, свою жизнь и так далее. То есть законы бытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова